Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Не знаю, заметили ли вы, знаете ли вы, но вчера, практически, в рамках этого 24-часового интервала, у нас был очень важный юбилей, важный лишь для меня. Был день рождения, не юбилей, а простой просто день рождения, Осипа Емельевича Мандельштама. И я хотел бы в качестве эпиграфа взять его слова, одного из моих любимых стихотворений, которое начинается «Сохранимая речь навсегда за привкус несчастья и дыма, за смолу кругового терпения, за совестный дёготь труда». «Сохранимая речь навсегда». Давайте поговорим о сохранности речи, о том, насколько может сохраниться русская речь, русский язык. Потому что в последние годы всё чаще и чаще мы слышим о том, что происходит кризис русского языка, идёт некий распад языковых норм, ставится вопрос о том, будут ли наши внуки, собственно, говорить на русском, или, по крайней мере, на том русском языке, к которому мы привыкли. И вот поговорить о вот этом возможном кризисе языка или развитии языка в какую-то новую сторону, мы пригласили писателя Виктора Ерофеева. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. И лингвиста, директора Института лингвистики РГГУ, профессора Максима Крангауза. Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Ну вот к вопросу о кризисе. Кризис вообще ведь, наверное, это такое нормальное состояние языка, как любого живого организма. Ну, в каком-то смысле, да, хотя я бы начал с того, что приложение слов, слово «кризис» к языку довольно бессмысленно. Надо сначала пояснить, что имеется в виду. Если имеется в виду некое напряжение, в том числе в отношении говорящих по-русски к русскому языку, то это безусловно. Сегодня мы переживаем события довольно бурной и эмоциональной очень реакцией на язык. И все время поднимаются чьи-то руки, которые требуют защитить язык. Ну, не всегда уточняется от кого, а это, на мой взгляд, принципиальная вещь, от кого мы хотим защитить русский язык. Но вот эта тема будоражит наше общество уже лет 20, ну, с 90-х годов, когда началось бурное изменение. Ну, может быть, меньше, значит, лет 12-15. Все время нуждаются требования защитить. Виктор, а вы чувствуете, как писатель, какую-то некую угрозу языку, исходящую от последних десятилетий? Ну, мне кажется, что если кризис это условное слово, то, тем не менее, наверное, оно должно существовать, потому что язык постоянно находится как бы на болезненном состоянии. Хотя, с другой стороны, может быть, это болезнь роста или болезнь движения. Дело в том, что, конечно, язык меняется с поколения в поколение. Я вот до сих пор не освоился говорить по-любому, хотя этому слову уже 12 лет, оно как раз ровесник века. А вот мои родители или бабушка, дедушка боялись других слов. В общем, они казались чудовищными варваризмами. Современный язык вышел из шлюзов того состояния, в котором находился русский язык в советские годы. В общем, конечно, некоторый налет Орвелла на нем был, на этом языке. На Вояза, да? Да, на Вояза. Да и вообще, скорее, такого лицемерия. Это непонятно, где был мир, где была война, где была любовь, где были ракеты. И поэтому, конечно, он не мог не взорваться в 90-е годы и взорвался, и в него влетели, возникла какая-то сложная, такая вакуумная история. В него, конечно, влетели и слова из зоны, и какие-то наркоманские сленги и так далее, и так далее. Ну, типа, потом, конечно, очень много иностранных, в основном английских, англоамериканских, влияние было огромное. И сейчас, конечно, идет торжество, я бы сказал, с одной стороны, рекламного такого новояза, а с другой стороны, компьютерного. Компьютерного. Компьютерный Новояз уже просто превратился в этот албанский язык, который, с одной стороны, забавен, но когда он превращается в язык будний, он вызывает тоже некоторую оторопь у меня. Хотя, с другой стороны, просто я хочу сказать, я совершенно не противник этих изменений. Мне кажется, что, в общем, ну, как мы вот возьмем и, скажем, молчать, запретить, не употреблять этот албанский язык. В общем, наверное, русский язык, насколько мощный язык, вообще, я преклоняюсь перед ним, собственно, пришел на передачу, если бы о чем-то другом подумал. А русский язык, вообще, для меня настолько могучий и прекрасный, что, мне кажется, что он как желудок перебьет. Ну вот да, могучий и прекрасный поговорим о его взаимоотношении с другими мировыми языками, но вот я тоже согласен, по-любому я не могу тоже научиться говорить, но хорошо, хотя бы, что не говорим, там, полюбас. Знаете, как говорить, полюбас. Да, это уже следующий шаг. Может, это уже следующий шаг. Максим, кстати, да, напомню, что вот вы говорите о такой болезненности вот этого вот переходного состояния языка, напомню, что у вас есть книга, известная под названием «Русский язык на грани нервного срыва». То есть диагноз этот вы подтверждаете. Ну, это была игра все-таки, некоторая игра, и как раз в конце книги я писал о том, что это не язык, а мы находимся на грани нервного срыва, и хорошо бы эту грани не переступать. Ну, вот вопрос как раз о те зоны, контакты и те зоны, может быть, отступления языка, да, вот Виктор говорит «великий и могучий», но все-таки есть зоны, в которых язык сдает свои позиции перед натиском вот этих вот новых глобальных форм. И вот здесь, кстати, Максим, я хотел бы спросить, ведь, может быть, здесь вообще идет речь о неком протекционизме, о национальной культуре, ведь точно так же, вот так, знаете, поставить в современный политический контекст. Сейчас у нас идет речь о национализации детей, да, национализации, вот этот Серовский закон, национализация различных каких-то форм гражданского общества, то, что Госдума пытается сделать. И в этом же русле, собственно, все эти треволнения и нервные срывы по поводу национализации языка, что он отступает под натиском глобальной цивилизации. Ну, это в каком-то смысле есть, но только надо учитывать, что не только наш язык отступает, отступают все большие языки, но малых своя судьба, и она гораздо более трагична, а большие потихоньку отступают. Более того, есть проблемы и английского языка, только они другие, потому что английский выступает в роли этого глобального и, конечно, сам меняется. Размывание за счет слишком большого количества слов, которые он дает, или как? Нет, не разумывание. Если мы говорим, как меняется английский, то меняется следующим образом. Вот так называемый global English, это, конечно, не язык, не только Шекспира, но и не язык, скажем, современных английских писателей. Это такой усредненный язык. Чем больше масс, чем больше народу говорит на языке, тем он должен быть проще. Потому что сложные языки, это удел все-таки с большим количеством лексики, это удел писателей, ученых, людей, идущих вглубь. А на вот этом английском глобальном должны говорить все одинаково, причем не только коренные англоговорящие, но и все. И это, конечно, ведет к упрощению языка. Ну да, английский, особенно в американском своем узводе, идет очень сильное упрощение орфографии, сокращение слов. Ну, это отличие между двумя стандартами, британским и американским, но и американский стандарт, конечно, уступает глобальному. Потому что глобальный это усредненный, если мы возьмем, скажем, британский и американский стандарт, общепризнанный в мире. Но они не единственные, ведь есть еще австралийский язык, есть еще индийский, английский, я имею в виду. И у них, вообще говоря, вырабатывают свои стандарты. Такой проблемы у нас нет, наверное, к счастью. Вот один из главных вопросов, который я хотел здесь поднять, есть ли у русского языка достаточно иммунитета, достаточно, так скажем, социальной, культурной базы, чтобы сопротивляться английскому, что идет очень сильное отступление перед английским. Вот Виктор как раз обозначил такую зону рекламы. Ведь вы знаете, наверное, у рекламщиков, у самих внутри самого рекламного сообщества идет совершенно фантастическая контоминация английскими. Вот сейчас, скажем, зачитаю некоторые из рекламно-русского языка у них там. Epic fail, порешать косты, пошерить инсайты, очень дженерик, мы не хэппи, big picture, есть, big idea. И вот, скажем, тоже я из одного из адми, из рекламных сайтов взял такое типичное, скажем, на планерке, на летучкой рекламщиков. По-моему, лишний повод для байера проспендить money на charitable, вместо того, чтобы прошерить их с адвертайзерами, и вдобавок за свои money еще и получить профокапенный дедлайн. Вот и спрашивается, fucking shit или sorry guys. Вот, то есть идет, я понимаю, что это, конечно, экстремальный случай. Такая страшилка, страшилка все-таки. Да, страшилка, но тем не менее. Причем страшилка, заметьте, русская, потому что это русский язык, только корни какие-то, не наши. А так это совершенно русский язык, и англичане и американцы в этой ситуации ничего не поймут. В отличие от нас, где мы можем восстановить какие-то. Но все-таки английский, мне кажется, обладает очень сильной какой-то такой энергетикой, большей-большей емкостью, что ли. Даже, скажем, переводя с английского на русский, я всегда замечаю, что русский требует, да, на 30% примерно больше места. Ну, я в таких дискуссиях всегда говорю следующее. Английский язык силен своими корнями. В английском языке больше корней, чем в других языках. Ну, просто больше слов даже. Ну, вот про слова сложнее уже говорить, потому что русский язык силен своими приставками и суффиксами, которые часто в словарь просто не попадают. Мы берем какое-нибудь слово, там, простой домик, ничем не окрашенный. У нас есть всякие домища, домик, домичек, домишка и так далее. Домовина, вплоть до гроба. Что-то из этого попадает в словарь, что-то не попадает, потому что это такое регулярное словообразование. То есть у нас, ну, если вы откроете, скажем, словарь расширения русского языка Солженицына, увидите огромное количество русских слов, которые мы никогда не употребляем. Они то ли есть, то ли нет, но они русские, безусловно. Ну, далее даже я открываю, собственно, далее, по-моему, девять десятых слов не используется. Солженицын более современный словарь, поэтому я привел. Его далее уж всем известен, да. И вот это такая интересная ситуация. Я не думаю, что надо завидовать в данном случае богатству английского, да. У нас свои. То есть у нас за счет русских. У русских своя гордость, да. И вообще, говоря, такая гордость есть почти у всех языков, она своя, просто надо ее найти. Потому что вот я смотрю даже по корням некоторые вещи очень значимые. Вот, например, да, исследовать. У них четыре слова есть. Investigate, examine, research, explore. У нас один-один-один-один глагол. Исследовать. Или там вина у них. Guilt, fault, blame. Еще там кульпа, если там меакульпа взять. Ну, с виной у нас тоже в порядке. Вину вы тоже найдете. Достаточно количество слов. А судьба там тоже мы можем бороться. С унижениями у нас отлично все. Унизить, оскорбить, обидеть и все это. А, то есть такие, ну да, как бы социальные практики, они... Да, очень-очень многоплановые такие, да. Но, опять же, это свойство любого языка гораздо лучше и больше отражать негативные стороны жизни, в том числе человеческих эмоций, чем позитивные, чем положительные. Да. Это лингвисты заметили довольно давно, что гораздо больше слов ругательных, гораздо больше слов с негативной окраской. Мы гораздо охотнее говорим о плохом и видим больше разновидности плохого, чем хорошего. Ну, как новостные программы. Да-да-да, хотя это как закон масс-медиа, так сказать. Ну, это очень вкладывается во фразу Толстого о семьях. Да-да-да, в самом деле, так сказать. Счастье не разнообразно. Да-да-да, возвращаясь, Виктор, к программе, которую мы делали полгода назад, как раз о литературе зла, о том, как, так сказать, зло отражается. Плохо было отражено в русской литературе. Ну, внутреннее, внутреннее, не общественное. Ведь это пока только английский, а ведь еще китайский может потенциально как-то. Если взять все эти антиутопии Сорокина, там русский очень сильно загрязнен китайским. Это возможно, в мире все возможно, но я бы сказал, я не помню, откуда эта фраза. Значит, вот в одном рассказе, по-моему, фантастическом, человек сталкивается с каким-то предпришествием инополитян и вдруг понимает, что он про это читал уже. И тогда он не верит, что это так. И понимает, что вообще говоря, все, что описано, все, скорее всего, не осуществится. Поэтому вот все антиутопии, они в полной мере не осуществляются. Так что, ну, это еще одна страшилка. Вот нас пугают китайским нашествиям довольно давно. Но в языке это не происходит. Пока, в мире, происходит очень слабо. Русский язык, предприятие китайского почти не попал. Можно назвать несколько буквально каких-нибудь гастрономических. Виктор, а ваш последний роман «Антиутопия» — это тоже некое заговаривание реальности, так сказать, проговаривание вещей, которым лучше бы не осуществиться в реальности? Ну, вот видите, он назван словом, которого нет в русском языке, «акимуды». Такое слово вообще не существует ни на каком языке. И, кстати говоря, ничего внутри себя не содержит. То есть он содержит только пустоту, то можно как угодно к нему подходить, к этому слову. Но это слово «акимуды» — это такое государство, которое не существует на земле, которое открывает свое посольство в Москве, да, и начинается проникновение одно в другое. Оно, кстати говоря, очень доброжелательно к нам. А дело кончается войной. Россия объявляет войну «акимудам» и так далее. Вы знаете, дело в том, что, почему я так говорю об этом романе, как о антиутопии, чтобы просто было ясно жанр. На самом деле это не антиутопия, это уже наша реальность. Вообще просто конкретная реальность, которая существует, а она уже осуществилась. Просто не всем видно, а если мы запускаем эту реальность вот в нашу собственную голову, а не в голову как бы общества, то она просто уже не только сложилась, она тут же еще и развивается. Знаете, она, так сказать, обогащается. Но, кстати говоря, и там тоже в этом романе большая проблема языковая, потому что там же «акимуды» воюют мертвецами, и получаются очень смешные ситуации. Там воскресают российские мертвецы, и они не могут друг друга понять, потому что оказывается, что разные поколения говорят на разных языках. На разных языках, да. И самые смешные ситуации там даже слово «кофе» не понимают, потому что совсем по-другому звучало это все. Вот, то есть выясняется, что помимо того, что была разная мораль и разная этическая норма, то и, а может быть, именно поэтому и слова покрывали какие-то другие. Там такое забавное, вообще я встретился с таким совершенно поразительным сочетанием разных русских языков, которые нам было хоть как-нибудь это вообще совладеть с ними. Но я хочу сказать, вот то, что вы говорите по поводу влияния английского. Конечно, таунхаусы звучат лучше, чем городские дома в деревне. И это повсеместно. Английские слова приобретают какую-то увесистость такую. Вот цитировали Мандельштам, вот его первый сборник «Камень», вот это «Камень», вот это «Увесистое слово». Но, с другой стороны, не забывайте, что наш русский язык был под постоянной бомбежкой французского в течение почти двухсот лет и совершенно нормально выжил. Потому что английский, наскоке, это маленькая собачка по сравнению с огромным вообще леопардом французского языка, который просто изъел русский язык со всем сторон и, тем не менее, по-моему, только его обогатил. Поэтому здесь, мне кажется, что отобьется. А что касается сорокинских представлений, а китайцы, я как раз с вами согласен, мне кажется, что если будет какое-то завоевание, то мы получим скорее норму такую, что говорите только по-русски, а китайский не учите. То есть, в общем, собственно, и немцы тоже требовали на завоенных территориях, чтобы мы оставались русским языком. Кстати, да, и китайцы, особенно с их чувством превосходства и вот этого срединного царства, варварам это не нужно. Я вот не думаю, что тут не... Мне кажется, что у Сорокина скорее такая была эстетическая идея вторжения одного языка в другое. Я не верю в это. Ведь очень часто, я просто в догонку, очень часто после завоевания, мы знаем такие примеры, побеждает язык завоеванных, а не завоевателей. Это правда. Все зависит от культуры. Столкновение оружия не вполне связано, не вполне коррелируется с столкновением культуры. Ну да, как с Римской империей, собственно, произошло. Не заметьте, например, вся Восточная Европа была поколена Советским Союзом и более ненавистного языка, чем русский, не было. Поляки отказывались его учить. То есть сейчас поляки заговорили на русском, потому что им интересно иметь бизнес. И вообще загадочная страна. Поскольку я был долгое время женат на польке, могу вам сказать, что мы переезжали границу. И она говорила, так, перестаем говорить по-русски, потому что в Польше говорить по-русски стыдно. Я бы учил польский язык просто от того, что со мной никто не хотел говорить по-русски вообще. Понимаете? То есть это поразительная лингвистическая ситуация. Они учили с первого до последнего класса русский язык и не знали ничего, кроме песен, кроме Катюш, которые пели они в нетрезном виде. Вот ситуация. Поэтому я не верю тут Сорокину. Вот Китай завоевывает. Мы тогда, наоборот, и с нашей стороны откажемся говорить по-китайски. Ну да. Но думаю, что сейчас это умозрительные достаточно сценарии. После перерыва сейчас поговорим о том, как интернет-язык нас завоевывает. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о русском языке, о тех атаках, которыми подвергаются наши великие и могучие со стороны английского языка, со стороны интернета, со стороны новых появляющихся форм молодежной лексики. У нас в гостях писатель Виктор Ерофеев и директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус. И приглашаю вас присоединиться к нашему разговору. Телефон нашей студии 651099,6. Код Москвы 495. Вот в частности, меня интересует, как вы, наши читатели, относитесь к такому явлению, как, вы знаете, существует граммар нации. Такое движение за чистоту, за пуризм, за грамотность языка. Нужно ли терпеть нарушение нормы? Потому что сейчас русский язык очень часто нарушается нормой, и в том числе и с высоких политических трибуны, уж тем более в интернете. Ну вот, нужно ли терпеть нам нарушение правил русского языка? 651099,6. А я хочу спросить наших гостей, как интернет влияет на язык? Ведь фактически сейчас получается, что мы очень часто участвуем в письменных разговорах. Мы меньше стали говорить, вот как мы сейчас сидим за столом лицом к лицу, и больше мы обмениваемся репликами в социальных сетях. Ну, я раскрою. Тайно сейчас вы хотели обратиться к кому-то из коллег вне комнаты, и вместо старого доброго там крикнуть или выйти из комнаты, вы сказали, сейчас напишу, и тут же написали. Это вот такой диалог письменный, потому что если огрублять чуть-чуть, то, конечно же, устная речь, это речь прежде всего диалога, мы приносим монологи, но все-таки редко. Обычно мы общаемся с другими людьми, и фразы идут в перемешку, наши и чужие. А письменная речь – это прежде всего монолог, и даже если мы вспоминаем уже покойный эпистолярный жанр, то все-таки в письме человек высказывал прежде всего свои какие-то мысли, хоть отвечая и связывая их с предыдущим письмом собеседника. Сегодня же все не так. Сегодня очень активно мы используем письменную речь для диалога и в диалоге. И вот это ее очень сильно меняет. Те, кто говорят о том, что это порча языка, что это разрушает язык, неправы по одной простой причине – нельзя общаться на традиционном письменном, литературном языке в тех условиях, которые нам навязывает мобильный телефон и интернет. Это ограничение по объему просто. Ну, не только ограничение по объему, ограничение по набору. Ну, я не люблю общаться с смс-ками, просто нетрудно набирать, но в любом случае я не стану писать пространные абсолютно верные фразы и сокращение в этой ситуации оправданных. Здесь проблема другая. В интернете язык, безусловно, должен меняться. Есть некоторые факторы более интересные, чем ограничение по объему. Это, скажем, игровой фактор, который в интернете очень важен. Это мода, которая в языке всегда была важна, но в интернете она особенно важна. Именно из-за скорости распространения информации. Вот скорость распространения информации – это такая особенность, которую нам дал интернет. И поэтому не надо думать, что в интернете язык может существовать так, как он существовал веками. Важно другое. Важно понять, насколько язык, русский язык, существующий в интернете, влияет на русский язык, существующий вне интернета. И вот это влияние тоже есть. В этом действительно можно усмотреть опасность, но это отдельный разговор. Ведь появляются совершенно новые выразительные средства. Например, зачеркнутое слово, то, что в интернете пишешь, написал, и ты специально показываешь вот этот процесс. Показываешь, да, появляется подтекст. Вам никогда не хотелось, Виктор, это вот, собственно, уже в литературном тексте использовать такие вот вещи? Или смайлик поставить? Нет, смайлика, наверное, не хотелось. Ну, надо сказать, что раньше это делали в квадратных скобках, тоже было вот в таких вот скобках. Да. Оставляли, и это никакого не нужно. Здесь просто есть теперь технические возможности написать слово, зачеркнуть и идти дальше. В общем, конечно, мне кажется, что вот баталии насчет интернета, они такие же уже многолетние, как баталии вокруг русского мата. Это уже такая тема уже, которая становится просто навязчивой. Но я считаю, что интернет абсолютно здорового явления. И это великий справочник. Чем дальше, тем более великий справочник. Когда задаешь какой-то вопрос, то обратиться к интернету – это просто спасение. А то, что интернет теряет запятые. Вот когда вот смотришь блоги, то, в общем, конечно, или люди не умеют ставить запятые, или просто они ленятся это ставить запятые. Кроме того, конечно, поразительная силу приобретает предлог О. Вот это О-О-ТОМ ставится туда, куда вообще совершенно не полагается. Очень часто делают ошибку, пометуя О-ТОм вместо пометуя О-ТО. Это вообще такая болезненная ошибка. Но это еще такой разговор, как бы, что называется, людей здравомыслящих. А так, конечно, если спускаться в ад каких-то дикого троллинга, то надо сказать, что происходит скорее даже не уничтожение языка, а глупление вообще населения. Потому что чувствуется такая глупость, которая говорит на глупом языке. Вот это ощущение роковое, мне кажется. Ну да, там есть некие готовые словесные формы, там и от того сети, там плюс сто пятьсот, там плюс один. То есть человек как бы выражается... Ну ведь вообще, мне кажется, исчезает языковая текстуальность, так скажем, словесная текстуальность. Потому что очень часто вот это то же самое, что сто пятьсот. То же самое, что лайк поставить. Человеку достаточно кликнуть и для... Он выражает свою эмоцию, свое действие без того, чтобы написать какое-то слово. Но это необходимость тоже нашего общения. Мы считаем, что... Когда мы говорим, что это тоже обедняет нас, портит нас. Ведь нам далеко не всегда нужно реагировать глубоко. Не всегда нужно оценивать, вникая в суть проблемы. Ну да, зафиксировать свое присутствие. И в этом смысле некоторые клише, речевые клише, дают нам возможность быстрой реакции. Мы, с одной стороны, находимся в диалоге, мы вежливы, потому что мы реагируем. А с другой стороны, мы не напрягаем мозги, ну, например, по такому поводу, по которому и не нужно их напрягать. И в интернете мы видели клише в начальный период существования, нашего интернета, мы видели замечательные клише. Было очень много слов с положительной и отрицательной оценкой. Автор жжет, пиши еще, или наоборот, выпей яду, убей себя об стену, и так далее. КГА, КГАМ, да. Я уже не буду вспоминать. Все, это было очень много. И это важно. Это не только в интернете есть огромное количество оценочных слов и для положительной оценки, и для отрицательной. Но это были клише. Социальные сети эту ситуацию еще усугубили. Они вместо всех этих клише ввели кнопочку, на которую можно нажать и вообще ничего не говорить, но участвуют в диалоге. Либо поставить смайлик, скажем. Тоже можно поставить просто улыбающий смайлик. Или, наоборот, хмурый смайлик, к сожалению, поддержать эмоцию собеседника. Так что, в некотором смысле, нам просто дали такой аппарат. Мы же тоже, когда нам рассказывают какую-нибудь грустную историю, но банальную, ну как реагировать? Ну, там сказать, ну да. Вот что-нибудь, такие реплики. Иногда запись устных диалогов приводит просто в уныние, как мы бедно разговариваем. Но нам богаче и не нужно. Иногда диалог бывает мг, мг, о, мг, и так далее. Вот на этом уровне. Нам дали вместо этого кнопки, смайлики, и вот мы с радостью жмем на них. Ну, а в целом идет обеднение языка? Вот если вот вы говорите даже по устной речи. Такое самоуничижение. Нет, не идет. Просто мы с вами сидим и говорим, понимаем друг друга. Но слова уходят, вы знаете. Но они приходят. Да вот я не знаю, какие приходят. Вы знаете, вот у Шаламова есть потрясающий совершенно рассказ, не помню, по-моему, он называется «Сентенция», когда вот этот его мозг совершенно уже с задолбленной ежедневной вот этой работой, лопатой, и он вдруг откуда-то из глубин взял всплывает вот это слово «сентенция», которое он много лет не употреблял. И он хохоча идет по лагерю и повторяет «сентенция». На него смотрят точно так же. Вы знаете, позвонил слушатель в понедельник, позавчера был эфир, говорили мы там о финансовых консультантах, о том, что они такие, в общем, люди достаточно поверхностные. Вот какой-то звонит слушатель и говорит, ну это же такие гайеры. Я понял, что я слово «гайер» не слышал, наверное, лет 5-7. Может быть, где-то все равно я не слышал его в устной речи. Я так поблагодарил слушателей, что говорю, спасибо вам, мы это слово просто воскресили. И вот такое слово, как, не знаю, «гайер» и так далее, они как-то уходят из нашей речи в этом потоке опрощения. Может быть, отчасти, но чем вызвано опрощение? Тем, что мы обращаемся теперь к гораздо большему количеству слушателей, чем раньше. Это опять особенность интернета. Сегодня человек, пишущий про что-то серьезное, все равно рассчитывает на то, что его прочтут массы и невольно упрощает свой язык. Но в диалоге, скажем, ученых, в какой-нибудь научной дискуссии язык не упрощается. Он такой же, как и был. Поэтому почему возникает иллюзия, что все упрощается? Потому что теперь публично и доступны действительно массовые тексты, тексты, порожденные массами. А раньше мы сталкивались с тем, что мы читали? Ну, писателей, журналистов, политиков. И то политические тексты были очень условны. Поэтому создается иллюзия, что средний текст, ну, даже не иллюзия, это так и есть, средний текст, который мы сегодня читаем, гораздо менее грамотен, гораздо менее богат словами, чем текст, который мы читали до интернет-эпохи. Потому что заговорила масса. И мы сталкиваемся с этим текстом. Тут можно немножко возразить. Потому что, конечно, если мы возьмем письма прошлого времени, то понятно, что в 19 веке огромное количество народов фантастически хорошо умело писать письма. На меня это производит просто неизгладимое впечатление. Не имея отношения ни к литературе, ни к журналистике. Да, в общем, часто даже и к какому-то интеллектуальному классу люди умели писать замечательно. Порой и служебные записки, посмотреть, как Бенкендорф, например, пишет Николай I, это тоже были, в общем, какие-то красоты. Сейчас это все просто расстреляно. Этого не существует. Так что, я не говорю, что, допустим, интернет и письмо, частное письмо одно и то же. Конечно, интернет не сравним. Я вообще сторонник того, что вообще происходит оглупление не только российской, но вообще, я бы сказал, западной цивилизации. И знаю просто это вот по какому-то такому диалогу своему писательскому с теми критиками, журналистами, все, которое уже ведется, наверное, в течение 30, если не больше лет. И там чувствуется, как, в общем, он тоже так немножко становится более плоским. Не потому, что что-то не нравится, а просто потому, что не находится каких-то слов. Вот этот момент, он очень, очень плохо оборудован еще во времена Мадельштама, он как бы, так сказать, дополняется пустотой. Это я не говорю сейчас про церковь, не дай бог. Я говорю сейчас именно, так сказать, по содержанию, так сказать, тех вопросов, которые, которые связывали вот как Мадельштама, так и вообще наш русский Серебряный век с, так сказать, с вечностью. Ну и Достоевский, конечно. Это куда-то начинает уходить, и вместо этого возникает такой меркантильный язык. Надо сказать, что русский язык, конечно, до сих пор сохраняет свое шаманство в нем. Когда, я могу привести самые элементарные примеры, это, вот, есть несколько моих книг, которые перевели на большое количество языков. И надо сказать, что все переводчики, как только попадали в какую-то ситуацию такой двусмысленного слова, они замирали. И уже английский очень однозначный становится, немецкий, французский информационный язык. И поэтому надо сказать, что русский язык, которому да и нет, иногда вообще так близки между собой, иногда приобретает какое-то полярное значение, это невероятно. У нас очень в этом смысле язык является соавтором, соавтором писателя. То есть... То есть он более открытый, вы хотите сказать, такой более полисемантический, то есть не так четко... полисемантический и выбирает какую-то действительность, которая на самом деле не очевидна, такая действительность, которая представляет собой определенную, я бы сказал, метафизическую ауру. Конечно, она теряется, тоже, как только что мы об этом говорили, но тем не менее она еще существует. когда мальчишки в Сибири окно разбили при мне в клубе, пришел медицинер, вы разбили окно, и они ответили ну... И непонятно это ну, то ли они разбили ну и что, а то ли что ты спрашиваешь, что все... Это поразительные слова, которые, так сказать, вообще находятся вне... внятных представлений, а да и нет. Любопытно вообще, что русский язык очень подвижен в отношении абсурдных текстов. Есть языки, которые просто абсурдные тексты, английские тоже, но есть языки, которые не понимают, они теряются в абсурдных текстах. Немецкие, например. Ну, я не буду сейчас это говорить просто, чтобы никого не обижать, но наш язык совершенно замечательно выживает в любом абсурдистике, что доказал хампс, то есть у нас в общем так удивительно подвижное есть основа языковая. И надо сказать, что несмотря на то, что в отличие от английского, русский язык довольно сложно переходит от абстрактных понятий конкретики, наоборот, о чем, кстати говоря, точно писал Набоков, тем не менее, все-таки у нас тоже эти шарниры существуют, что нам дает возможность не быть слишком риторичны, как французы. Мы в общем-то успеваем вложить смысл в содержание нашей речи, когда французы просто этот поток речи уносят красиво, но уносят. Французы просто увлечены своим языком больше, больше тем, чем эксгибиционистский. Если во Франции, как я понимаю, даже в высшей школе есть такое упражнение, когда дается студенту несколько минут говорить на тему, о которой заведомо ничего не знает. То есть умение говорить ни о чем, но гладко. Да, но надо сказать, что эта история конкретизировалась в случае Депардье, потому что если прочитать, почему он выбрал российское гражданство, то он говорит на тему, о которой ничего никогда не слышал, но говорит довольно долго. Да, долго и складно. Но у нас это умение было развито в советские времена, вот эта вот партийная речь, вот этот вот гладкий обтекаемый язык. Они как раз не умели говорить, они читали по бумажке даже здравствуйте, дорогие. Во Франции наши чиновники получали бы двойки. Да. Но если Платонова вспомнить, как у него там вот этот Прокофь Идванов говорит, так сказать, он обладает умением формулировать. Раз уж мы вспомнили Депардье, то надо вспомнить замечательный глагол, правда, это глагол такой однодневка, Депардировать, который породили только что. Ну да, да-да-да, в этом отношении русский язык, конечно, еще генерирует неологизм. Нет, я бы не сказал, что это свойственно языку, но словообразование русское, конечно, помогает придумывать много-много вот таких новых смешных слов, которые существуют. Ну да, ну спасибо, да, здесь Виктору за такую, так сказать, пламенную речь в защиту таких вещей, которые только русский язык может, выражать, выражать, выражать абстракцию. А как же, это же, вы знаете, в общем-то, что называется, соображение не одного дня, и это одно из тех соображений, почему писатели совершенно не свойственно эмигрировать из России. Ну да, язык, язык наша родина. Это, русский язык удивительно сдерживает тебя, несмотря на все безобразия, творяющиеся вокруг, ты понимаешь, что русский язык это то, что, в общем, является твоим богатством. Я в этом смысле абсолютно лингвистический патриот. Вот здесь мне просто я понимаю всю деградацию, там, всю ерунду, которая, так сказать, сочится из интернета и так далее, и так далее, и так далее, все понятно. Но, с другой стороны, вот это фантастическое какая-то основное, мы же знаем, что русский язык строился на двух как бы основах, на базах, развития и все прочее, но самое праздничное, что он и сохранил это, он и сохранил какую-то такую красоту, вот вспомнили Платонова, вот и Платон сыграл на этой красоте, замечательно, совершенно. О лингвистическом патриотизме, о тех, кто его нарушает, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, верно было сказано, незнание закона не освобождает от ответственности. Давайте так поставим вопрос, а незнание грамматических правил освобождает ли человека от ответственности? Говорим сегодня о грамматике, о лексике, о русском языке с писателем Виктором Ерофеевым и директором Института лингвестики РГГУ Максимом Крангаузом. Находится ли русский язык в кризисе и каково будущее русского языка? И вот, что хотелось бы мне в третьей части нашей передачи о чем поговорить. Нарушение норм языковых, рост неграмотности, не просто пришествия англицизмов и вот этих компьютеризмов и вульгаризмов, а просто элементарный распад грамотности. Вот еще раз я хочу напомнить телефон нашей студии на 651099,6. Скажите нам вообще раздражает ли вас вот этот вот распад грамотности то, что люди там не могут писать ся и ся с мягким знаком это сплошь и рядом о том, что исчезают на глазах у нас запятые в языке интернета. Является ли это естественным процессом или это то, что с чем нужно бороться? Нужно ли нам бороться за грамотность русского языка? 651099,6. Ну вот к вопросу о грамотности. Нужно ли нам может быть ослабить свои лингвистические нормы? Ну, что значит нормы? Я думаю, что есть вещи неизбежные. Действительно изменения происходят и в произношении и в написании хотя реже и формы появляются новые. Но это вопрос немножко другой, потому что ничего расслаблять не надо. Есть словари, есть нормативы, нормы. Мы просто не всегда успеваем кодифицировать новые слова и не знаем, как правильно произносить, скажем, маркетинг или маркетинг. Просто потому, что еще окончательное решение не принято. Не, ну я говорю об элементарном распаде грамотности, о том, что сейчас, вот вы говорите, происходит демократизация языка, но демократизация языка и то, что заговорила масса, заговорила толпа, привело к тому, что просто идет потоком вот эта вот абсолютно неграмотная речь. Не заговорила, а писать стали все. Вот мы говорили о письмах, о том, как хорошо писали раньше, какие длинные письма были в доинтернет-эпоху. Но если мы сравним количество пишущих в доинтернет-эпоху, советское время или до советское, то это несравнимо с тем, какое количество людей пишет сейчас. Сейчас пишут все. Зачем нужно было писать обыкновенному советскому человеку, если он не писатель, не журналист, но он писал, в лучшем случае, объяснительную записку или что-нибудь в этом роде. Сегодня пишут все и читают все. И, соответственно, можно представить себе, что если там объем текстов, порождаемых, примерно одинаковый в каждую эпоху, то, конечно, раньше писали огромные романы и несколько, небольшая группа людей, а сегодня пишут все, но зато очень коротенькие записки, потому что все все еще и читают. И объем ведь прочитываемый тоже не уменьшился, как мы не сетуем, что читать стали меньше. Но читать все-таки я какую-то страшную статистику здесь скажу, что книги читают регулярно меньше 50%. Книги, 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 читают другое. Читают с листа компьютера или с экрана, с экрана компьютера или с экрана мобильного телефона. А это вот не имеет ли отношения к распаду грамотности? Потому что книга обладает неким авторитетом и за ней стоит некий штат корректоров, редакторов и так далее. Безусловно, безусловно. Вот если... Люди читают тексты, Мы ведь можем так же поступить с нашу устной речью, представить каждому из нас корректора, редактора и цензора. И тогда мы будем говорить совершенно иначе, грамотно. Ну, собственно, в галактике Гутенберга так и происходило. Да, с книгами так и происходило. С устной речью, к счастью, так и не происходит. А еще раз хочу этот вопрос задать нашим слушателям. 65, 10, 99, 6. Надо ли прощать грамматические ошибки? Вот, скажем, да, вы с человеком там, я не знаю, с бизнес-партнером вступаете в переписку, с девушкой или с молодым человеком. Вот пишет ваш корреспондент с грамматическими ошибками. Надо ли прощать грамматические ошибки? Должны ли мы здесь ослаблять собственные какие-то такие моральные требования? Здесь самое хитрое слово надо, потому что если вы хотите сохранить девушку или наладить совместный бизнес с партнером, то надо. А если вам важнее грамматическая ошибка, то... Ну да, шашечки, шашечки или покататься. Виктор, а вы как относитесь? Потому что, может быть, вам тогда не нужен такой бизнес-партнер, который пишет с грамматическими ошибками? Ну, я думаю, тут индивидуально. Может быть, есть и бизнес-партнер, который не нужен. Я вот знаю, что Лимонов абсолютно безграмотный. Ну, я имею в виду писатель, но, с другой стороны, его первые вещи были замечательные. Ну, что ж, поставили запятые и пустили его в писательство. Тут трудно сказать, что отсутствие запятых влияет на талантливость. Но, с другой стороны, конечно, раздражает. Оно свидетельствует о неком бэкграунде культурном. Ну, да. Ну, подросток Савенко, наверное, не знал, что такое запятая. Но, с другой стороны, вот Бог одарил его талантом. Меня раздражают действительно неграмотные имейлы, которые мне приходится читать. Они, как ни странно, вообще сейчас получается такая в этих в этих имейлах какой-то пафос и восторженность. Непонятно, откуда идущая. Такая вот и от бизнеса, и от прочих корреспондентов. А, с другой стороны, за этим какая-то нищета и беда. Ну, вот да. Здесь, конечно, очень какая-то корреляция. У нас на линии Наталья Дмитриевна. Наталья Дмитриевна, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот надо ли прощать грамматические ошибки? Не только ошибки, а нужно поднять уровень русского языка у дикторов. Они говорят совершенно безобразно. Я раньше даже выписывала. Уж не говоря о том, что они говорят ветошный переулок или ветошный. У меня семья живет 700 лет в Москве. Таких мало. Но с детства мне говорили хочешь говорить по-русски, слушай радио. Сейчас же другое дело. Я говорю, хотите говорить правильно по-русски, не слушайте радио. Понятно. Вот. То, что делается с русским языком, это кошмар. Какие-то провинционализмы, потом южные какие-то акценты, носовые интонации. Куда делись грамотные идеи? Да, а как они отвечают? Общая культурная подготовка ниже среднего. Они, может быть, имеют верхнее образование, но ниже среднего. Понятно. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. И вот у нас Валерий пишет на сайт вопрос. Почему многие успешные бизнесмены очень неграмотны в письменном общении? Это не вопрос занятости ВИПа. Вы замечали, есть такая? Вы знаете, когда... Нет, я не так часто переписываюсь с очень богатыми людьми, поэтому не замечал. Но вы знаете, что среди миллиардеров, эта статистика была в Америке, среди миллиардеров довольно большой процент людей, не получивших высшее образование. Это к вашему вопросу, надо ли иметь такого бизнес-партнера. Но если вы хотите создать какой-то бизнес-проект, то если человек обладает талантом, с ним надо иметь дело, независимо от того, делает он ошибки или не делает. Понятно. Денис звонит с комментарием про язык средств массовых информации. Денис, слушаем вас. Да, добрый вечер. Хотел бы поблагодарить за интересную передачу. Мне кажется, действительно актуальный очень материал. Но, знаете, хотелось бы солидаризироваться с предыдущей звонившей, с Натальей Дмитриевной. Вот, например, ваша передача очень выгодно отличается в этом смысле. Она выпадает из общего ряда. То есть, это спокойный, размеренный, бешеный, интеллектуальный диалог. Вот, мне кажется, это именно то, чего нам сейчас не хватает. Ну, мало того, что проблема с тем, что довольно скуден запас у многих. Ну, возьмем тележурналистику, допустим, Владимир Познер, да? Это мощная, интересная личность, но видно, что он с огромным трудом подбирает слова. Вот. Это одна проблема. Ну, это я привожу в качестве примера. Значит, голос канала, да? А кто на телевидении, скажем, вот вам интересен с хорошим языком? Да, ну, разрешите, я просто закончу мысли, потом прокомментирую. Вот и есть такая вещь, как голос канала, да? Вот человек, который озвучивает анонсы. Да, да. приведем в пример тон интонацию, которую задает голос вот анонсирующего, передать человеком на телеканале НТВ, да? Это да. Я думаю, что в риторике это называется наведение эмоций, наведение скандала, да? Вот я независимый аналитик, я могу сказать, что отвечает за наведение скандальных эмоций контролирующий акционер медийной группы, да? То есть надо разбираться, это вопрос такта и вкуса, и стиля, вот, но я думаю, что нам нужно какое-то формальное определение, да, диапазон того, что нормально, чтобы апеллировать хотя бы каким-то критерием там, не обязательно формально, юридическим, но просто вызвать Окулистикова, который пишет стихи очень низкопробные, очень низкого качества, да, и сказать, уважаемый Владимир, там, я не помню, такое по бачке сказать, но, вы знаете, вот такой тон сейчас в стране не нужен, есть у нас сильные ораторы, Жириновский, Луговой, понимаете, которые действительно задают важную какую-то повестку, и нам не нужны вот перепады сейчас, нам нужен спокойный интеллектуальный диалог. Понятно. Так что, вы знаете, на телевидении, вот, как ни странно, мне, например, сейчас больше нравится радио, например, ваша передача очень интересная, есть интересные, спокойные, интеллектуальные передачи. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо, Денис. Да, действительно, вот этот голос на телеканале НТВ. Так может, он выполняет функцию, которую ему задали, ведь НТВ такое. Естественно, это запросно, это некое социальное регулирование. выполняет для нас всех очень важную функцию, мы действительно по языку понимаем, с кем мы общаемся, и если в некоторой ситуации мы предпочем деловые качества человека, а не его грамотность, то все-таки мы, как правило, общаемся с людьми нашего круга, а круг во многом определяется и языком. Это маркеры социальные, то есть правописание и речь человека, это то, как ты определяешь свой круг. Поэтому среди моих, скажем, собеседников в интернете люди вполне грамотные, кто-то допускает ошибки, кто-то нет, но тем не менее ничто не режет мне глаз, а вот когда я сталкиваюсь с некоторыми вещами, то общаясь, так сказать, с чужими, то я действительно каждый раз становлюсь перед выбором, общаться с этим человеком или нет. Иногда предпочитаю общение, если это важно, а иногда предпочитаю... Сейчас вот я бы хочу у вас обоих спросить, какие для вас есть вот эти маркеры свой, чужой, по каким словам, может быть выражением, но прежде давайте послушаем Алексея. Алексей. Ой, Алексей сорвался. Перезвоните нам, если получится. Ну вот, тогда так что я этот вопрос вам хочу обратить. Например, если Алексей не звонит, а звонит, то это, конечно, катастрофа. Максим, а у вас? Ну, есть много просторечия, которые мы слышим, но я не думаю, что я перестану общаться с человеками, если он говорит ихний или что-то в этом роде. А меня скорее отпугивает чрезмерная агрессия в языке, которая проявляется в том числе бранью, но не только ей. Есть специальные такие агрессивные слова, которые сразу показывают из поразительных слов куда прешь. Не переводим, слушай, на французский. Ну, это да, уже такое коренное. А из новых, вы знаете, мне ужасно не нравится такой менеджерский язык, очень часто калькированный из иностранных, например, я вас услышал. Да, я тебя услышал. В принципе, это значит, мне совершенно все равно, что ты сказал. Он вначале воспринимался просто как очень грубый. Да, да. А сейчас это нормальный такой менеджерский язык. Вот из более таких тонких, которые вы вспомнили, по-любому, есть еще замечательный с предлогом по выражению, ну, по жизни, которая появилась тоже, распространилась недавно. Есть замечательное, как будто совершенно пустое выражение по ходу. Ну, вот мы по ходу тут разговариваем, что оно значит, непонятно, но это тоже показатель. Мне кажется, это прошло похоже. Вот я помню, там в Бумере очень хорошо язык вот этот, знаете, так сказать, там они говорят про этих, про дальнобойщиков, они по ходу сладкие, давай их нахлобучим. То есть они такие, похоже, это лохи, давайте, давайте их разведем. Вот, вот это оттуда идет. Я считал, что ход связан с процессом, вот ход дела, но... Ну да, это такое, как бы, как бы вот это вот слово такое реально. Еще, нет, сейчас не вспомню, здесь какое-то такое слово. Но сейчас у нас с нами Алексей снова на линии звонит, я так понимаю, не звонит, да, Алексей? Алло. Вы звоните нам, да? Алло, да, да, да. Я вот, кстати говоря, да, хотел сказать, что лично, на мой взгляд, что он мне так принципиально звонил, я вам звоню, ну, или как-то так, потому что язык, на мой взгляд, это не в этот набор правил, которые спастили сверху, это то, с чем мы имеем ежедневное дело, вот то условно говоря, о чем я говорю, если можно так говорить. Ну да, как средство коммуникации, как средство коммуникации, да. И более того, правила должны меняться и скорее адаптироваться до того, как мы говорим, что используем в ежедневной жизни. Если я считаю нормальным использовать движение по ходу, я считаю, например, нормальным. Если много людей считают нормальным использовать, почему так это слово не канонизировать, да, и не тактовать в его, как уже там, некультурное. Понятно, Алексей, спасибо. Ну вот да, такая вот позиция озвучена вот уже в самом конце, у нас буквально последняя минута в эфире. Вы согласны с такой позицией, что вот если по ходу, то если действительно говорить некое большинство, то давайте вот как сейчас кофе среднего рода нам сделали. Это очень глубокий вопрос, на него нет простого ответа. Я думаю, что хорошо, что по поводу языка есть много разных точек зрения. И мы никогда не сойдемся абсолютно во всем. Ну да. Ну что ж, друзья, спасибо вам за участие в этом разговоре. Я понимаю, что язык это как марксизм, не догма руководства к действию. Это некое такое движущееся зеркало или скорее это вода, которая течет под мостом, на которой мы сидим и смотрим на наши отражения. Это некая живая меняющаяся реальность. Но иногда мы на него поплевываем. Иногда поплевываем, но сейчас, по крайней мере, мы это обсудили. Благодарю вас. У нас в гостях были писатель Виктор Ерофеев, директор института лингвистики РГГУ Максим Кронгаус. Это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова